Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня. Продолжаю рассказ об этой палатке. Когда я снимала видео о том, что мне пришла посылка из Китая, я сразу сказала, что я даже не представляю, как это выглядит сооружение, и что это вообще такое. И даже точно не знала, для чего. Но вот теперь мы собрали, я могу более подробно вам рассказать. Для того, чтобы узнать информацию для этой новинки, конечно, мне пришлось и в интернете читать информацию. Я посмотрела видеоролики других людей, которые выращивают. Хотя бы поняла, для чего это. Потом написала производителям вот этой палатки. Они мне дали ссылку на этот сайт, где вот продаются. Узнала, что они разных размеров. Я вам в описании к этому видео, конечно, ссылку эту дам. И когда я все это начала смотреть в интернете, оказалось, что вот у этого сооружения очень-очень много названий. Я сейчас вам назову, прочитаю, я прям выписала. Я сейчас вам прочитаю, как может называться эта палатка, чтобы вы примерно знали. Вот когда люди вбивают в поисковик, вот смотрите, где-то она называется... Так, расти палатка. Палатка растительная. Светоотражающая теплица. Даже такое название у нее есть. Потом шатер для выращивания растений. Вот, кстати, когда я через переводчика ввела вот это вот, grow tent, там... Как же? А, растение и шатер палатка. Вот эти два слова. И кто как хочет, тот так произвольно и переводит. Короче, шатер для выращивания растений. Потом комнатная палатка. Grow tent. То, что написано вот на инструкции. Grow tent. Потом дом для растений называется. Потом называется палатка для гидропонной установки. Потому что, как оказалось, я думала, что здесь просто будут у меня лотки с землей. И, оказывается, тут на гидропонике люди выращивают. Вот, названий очень много. И вот, когда я начала подробно изучать всю эту информацию, оказывается, что есть огромное количество фирм разных, производящих вот эти вот палатки, устройства, шатры. И есть разные размеры. Вы представляете, есть... Я посмотрела материалы. Есть размер полностью полноценной теплицы. Три на восемь, которые можно занести, разобрать, если у вас есть какая-то пустующая комната. И этой теплицей пользоваться, например, всю зиму. Вот есть размеры совсем крошечные. Под один там огурчик. Вот такие есть узкие и высокие. Оказывается, под любой наш запрос производители уже сделали вот такие палатки для выращивания растений. Фирм много. Разных размеров много. Можно взять отдельно палатку купить. Лампы повешать свои. Можно взять комплект лампы, палатку. И еще можно добавить еще вот это, как устройство для гидропоники. Там тоже что-то. Но это я с этим связываться не буду. И я узнала, что можно выращивать на гидропонике. Можно выращивать традиционно в земле. Можно выращивать только весной рассаду. А можно выращивать растения круглый год для получения урожая. Как я уже говорила, очень много разновидностей вот этих устройств. Я сегодня буду рассказывать только о своей. И скажу сразу несколько слов о том, как буду применять ее я. Если кто-то, например, берет, у кого нет огорода, и они просто используют это как тепличку, то я, конечно, у меня планы на нее другие. Я хочу весной выращивать в ней рассаду, которую я потом в теплицу высаживаю для получения раннего урожая. Ведь именно вот этим ранним, самым первым посевом томатов, перцев, которые мы сеем в конце января, начале февраля, им приходится труднее всего. Потому что невозможно нам в жилищах, в своих домах, квартирах создать те идеальные условия, которые нужны для растений, для рассады. Я всегда, каждый год говорю, что я никак не могу создать условия. Вот нынче, например, было очень жарко, сухой воздух, листики вот так вот скручивались. И как раз вот эта палатка, она поможет создать мне идеальные условия, потому что здесь можно поддерживать и влажность отдельную от нашего жилища, и освещение намного больше, светлее, чем у нас в доме. Здесь вот будет висеть такая огромная лампа светодиодная. Когда мы все это вместе соберем, я, конечно, покажу. И так как я буду выращивать весной рассаду, чтобы не рисковать, и чтобы знать, что я могу ожидать. Ну, короче, что мне ожидать от выращивания в этой палатке? Я посева начну прямо сейчас, через несколько дней. Ну, конечно, не такие массовые, как в теплицу, а посею несколько томатов и буду здесь выращивать и наблюдать за ними. Я уже заранее буду знать, ну, вот они у меня осень просидят, зиму просидят, может быть, даже и до полного урожая я их доведу. Но самое главное, я буду наблюдать и буду знать, как здесь будет чувствовать себя рассада. Вот у меня моя растительная палатка, вот этот Grow Tent, он средних размеров. Вот это вот основание метр двадцать на метр двадцать, в высоту два метра. Вы видели, что я там стою и надо мной еще пространство. И фирма Марс Худро, что ли. Марс-то точно, а Худро не знаю, как читать. Кто умеет читать по-английски, прочитайте. И когда я написала, я попросила, дайте хотя бы какую-то ссылку, потому что люди просят, а я не знаю, куда их направить. Они мне дали ссылку вот на сайт, где можно посмотреть эту палатку. Ссылка эта будет, конечно, в описании к видео. Но я сейчас ее открыла и хочу бегло вам показать, какая там информация. И потом покажу, как это выглядит в реальной жизни. Пройдя по ссылке, когда я открыла, я увидела свою палатку. Вот она, моя палатка. Только у меня еще лампа не установлена. И здесь показано, что уже с урожаем. И тут есть сумма этой палатки. Но вы понимаете, что она зависит полностью от размера. От 145 долларов. Я посчитала примерно 10 тысяч. И здесь, видите, написано, что можно. Бывают они совсем маленькие. 60 на 60, 70 на 70, метр на метр. Метр 20 на 60. Это уже никогда не прямоугольное основание, а как немножко в длину. Как бы стеллаж. Вот как у меня стояли стеллажи. Они как раз были метр 20 и 50 в ширину. Вот моя, мой размер. Ой, уехала камера. Вот мой размер. Метр 20 на метр 20. И 2 метра в высоту. Есть метр 50. Есть 2,40. 240 сантиметров. Это вообще очень длинные. А есть 2,40 на 2,40. Но это половина нашей комнаты. Вот она, эта палатка. Как раз вот точь-точь, как у меня. Вот они, видите, какие. Есть маленькая, есть больше, есть больше, есть еще больше. Вот такая удлиненная, как бы. И все тут, кто хочет, например, так же, как я, поизучать информацию, тут все написано. И про вентиляционное отверстие, про окна, вот про материал, про этот. 100% светоотражающая ткань. Сейчас я вам все это покажу. Вот они, эти рукава. Ну, короче, вот это один в один, это моя. Вот они, вентиляционное отверстие. Вот так она выглядит. Я, когда сейчас заходила, у меня была дверь открыта. Но она плотно, очень плотно закрывается. Тут и про, и схематические есть. Время не буду много открывать. Ой, отрывать у вас. Сейчас я покажу свою палатку. Это очень простая конструкция, и она действительно похожа на палатку. Поэтому ее, видать, и называют палаткой. Но это не простая палатка, а палатка со всеми удобствами для растений. Тут и вот это, которое сразу при первом же видео у меня бросилось в глаза, когда первое видео снимала. Это вот эта светоотражающая поверхность. Вся внутренняя поверхность. От пола и до стен, и до потолка. Все, все, все. Вот в этой, какая-то ткань там, майлоран, что ли. Сейчас только что читали, я забыла уже. И боковые вот эти окна, которые открываются. Видите, вот эти вот карманы. Когда здесь будут стоять растения, и когда они немножко уже подрастут, можно будет, не открывая дверь, просто открыть окошко и леечкой полить. Например, если вы не на гидропонике, а если традиционным методом в земле будете выращивать свои растения. Дополнительные окна для проветривания. Вот там все четыре. Когда буду выращивать, если я буду их открывать, я вам покажу. Они на липучках. Можно с наружной стороны открыть липучки, вот с трех сторон. Проветриться. Потом, хоп, опять приклеить эти липучки. Потом, что еще? Ну, рукава я говорила, рукава для вентиляции. Я посмотрела в некоторых видеороликах. Тут даже вставляют какое-то устройство с работающим вентилятором, с каким-то охлаждением. Но это очень сложно для меня. Я буду, конечно, все попроще. Как вы поняли, у меня простота на первом месте. То, что я смогу сама сделать без всяких там помощников. Потом, вот этот каркас металлический. Он очень прочный такой. И вот здесь вот еще посредине будет две или три перекладины. Мы их убрали, пока лампы нет. На которой будет висеть лампа. Закреплена. Лампа у меня будет висеть такая. Ихняя же. Вот это вот. Этой же фирмы. Mars Who Draw. Я потом покажу. Лампу еще не собрали. Пока что только палатку. Вот эта входная дверь, через которую я заходила, она очень плотно закрывается на молнию. Но тут, опять же, можно открыть окно для проветривания, которое тоже со светоотражением. Ее можно раз липучкой. Все на липучках удобно. И вот эту вот, закрыв молнию, как раз мы можем создать там идеальные условия для растений, что очень проблематично создать у себя дома в комнате. У нас с мужем сколько раз были насчет этого споры, доходящие прям до ругани. Мне надо обеспечить жизнь растениям идеальные условия. А дому это вредит. Потому что вот зимой, например, начинаю в январе, в феврале сеять. У нас же дом топится, у нас сухо. Для них влажность недостаточная. Начинают скручиваться листья. Я начинаю создавать им идеальный уход. То есть начинаю увлажнять воздух, начинаю опрыскивать, начинаю там в поддончике воды поливать все. И вы понимаете, для того, чтобы вокруг растений создать идеальные условия, влажность, я создаю во всей комнате влажность. И поэтому еще одна из причин, за которые я бросила выращивать рассаду, когда лотков в доме много, дом весь отсыревает. И когда я весной выношу эти лотки, нужно просушивать все вещи в шифонерах, в шкафах. У меня даже шубы заплесневели все. У нас отвалился потолок, вот до сих пор. В этом году последние отвалились плитки. Из-за большой сырости, смотрите, у нас что в доме. Муж ругался ужасно. Все сыреет, все отсыревает. И у нас получается, что у нас и в зале, и в спальне такая атмосфера, как в ванной комнате. Поэтому я убавила количество лотков в этом году, чтобы в конце концов совсем не отсырел, не испортился наш дом. И решила выращивать понемногу. И вот тут как раз, как по взмаху волшебной палочки, у меня появилось вот это вот. И тогда я поняла, что вот это-то идеально. Тут можно создать им такую сырость, которую они любят. Тут даже, наверное, можно огурец зимой вырастить. Вы знаете, что огурец любит повышенную влажность. Его надо опрыскивать, его надо часто поливать. И из-за этого почти всегда его не берутся зимой выращивать, потому что много сырости нужно разводить. А тут закрыл их на замочек так. Хоп. И живите, мои дорогие. Можно окошечко вот то открыть, засунуть руку с леечкой, полить, хоп, опять закрыть. Или также из опрыскивателя. Вот здесь раз-раз-раз-раз-раз-раз, обрызгал, все, закрыл. И это очень важно, что ни влажность повышенная, ни вот этот вот запах от растений, потому что у меня вот у Снохи, у первой, от старшего сына, у нее была аллергия на томаты, она не запах, вообще ничего вот это вот, все, что и... хотел сказать, излучают. Но все, что распространяет вот эти томаты, она покрывалась пятнами, у нее была аллергия. И вот здесь закроются у нас все запахи, все влажности. И вот этот яркий свет, который у нас горит же с 8 утра до 8 вечера, мужа тоже это всегда раздражало, что скоро свет выключать, скоро свет. А я говорю, нет, еще им нужно час, еще подожди час. А он иногда в 8 вечера, зимой темно же, уже придется работать, ему поспать охота, он этот свет ему мешает, вот мы спорим вечно. Вот теперь и свет закроется здесь на замочек, и запах, и влажность. Но вы видите, что здесь у меня нет лампы, вот это единственное, что мы не доделали, потому что в эти выходные муж собирал палатку. На следующие выходные, в субботу-воскресенье он пойдет, он будет собирать и подвешивать лампу. И пока я посею, пока семена там взойдут, дней 5-6-7, им лампа не нужна, а к тому времени, пока они взойдут, у нас уже будет висеть лампа, я, конечно, полный обзор сделаю. Ну, все. Я сама к посевам приступлю уже буквально через несколько дней. Естественно, я все буду показывать, очень подробно буду рассказывать, как себя чувствуют здесь растения, как они ведут себя, что я буду делать для того, чтобы поддерживать такие идеальные условия для них. И я надеюсь, что вот после просмотра моих видеообзоров, тем людям, которые, возможно, после меня захотят приобрести эту палатку, будет уже легче, они хотя бы будут знать, нужна она им, не нужна она им, как здесь, что здесь можно вырастить, какой размер им нужен, потому что, возможно, не каждому нужен будет вот такой большой размер, кто-то возьмет поменьше, на два лоточка. И, конечно, вся эта информация я сейчас изучаю, захожу на разные сайты, смотрю видеоролики других блогеров, хотя никогда не смотрела видеоролики других блогеров, не находилось времени, но это такая, как сказать, такая важная информация, которая мне нужна. И хоть время я трачу много, но я так люблю что-то новенькое, вот это, для меня вот это новинка, и я теперь вот, сегодня пасмурная погода, можно позаниматься, поизучать, все. Желаю всем хороших урожаев, в палатке ли вы будете выращивать, или будете продолжать на подоконнике, но для общего кругозора, чтобы вы не были такой, как я, когда мне пришла палатка, а я даже не знала, что существуют в мире такие палатки, но теперь я такая умная, образованная насчет этого, я все изучила, буду все вам рассказывать, желаю вам тоже применять новинки в своем огороде. Все, все, все.